что мне хотелось бы вам рассказать по большой тайне очень большая тайна вот когда со своего собственного опыта это лучше всего когда человек ну будем говорить совершенствуется тема вообще трудновато ну ладно главное начать потом как-нибудь не уклинишься когда человек идет по пути личного духовного ну даже не будет по пути личностного когда человек идет по пути личной эволюции то есть личностного развития естественно ему дается определенное окружение вот для начала ну допустим мне там далась семья моя сначала родители друзья окружение как-то я с этим совсем справился то есть научился общаться будем говорить с родителями там с семьей своей с детьми женой с друзьями как-то знаете они перестали меня цеплять это важно понимать а то есть на этом бы и окончилось то есть будь ты грубо говоря вот выучился там на какую-то там профессию ну и хорошо пускай ты там будешь водолазом или начальником спасательной станции или электроследственным кипе автоматики все нормально вот но если ты хочешь дальше совершенствоваться то ты начинаешь бумарить как-то там все это вести 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 и вот я с этим делом интернета так и нету вот я с этим делом не смирился не хочу сказать что я захотел больше просто это мне не интересно стало по жизни а раз она стала по жизни не интересно значит вот тут как раз такая тема подбросилась как собственное оздоровление здоровье ухудшилось ухудшилось так довольно таки значительно и надо было искать средства с помощью которых ты выкарабкаешься естественно обращался к медикам они готовы вас полечить вне меня помогает полечить так чтобы сделать инвалидом а это значит вырезали гланды вырезали аппендицит хотя всего этого можно было избежать а кто виноват а кто открытым америку открыл вроде бы как как и как это вернее так а виноват колумб что открыл америку и привезя табак оттуда люди стали курить кто виноват колумб виноват или сами люди которые начали все это дело делать естественно люди зачем им курить что они хотят этим доказать вот и начал самостоятельно решать все эти проблемы со здоровьем ну так как я сижу перед вами это говорит о том что мне их удалось решить иначе я вообще-то и не сидел вот интересная значит тема захватила меня и увлекла тема действительно не исчерпаемая и чем не дальше тем удивительные так и вот вокруг этой темы естественно совершенно новые люди совершенно новые обстоятельства появились и как-то надо было и с этой темой справиться ее переварить и как бы сказать за счет нее наработать духовные качества которых раньше у тебя не было вот а наработав их можно было действительно остановиться я писатель я пишу книги написала действительно очень много вообще-то книг плодовитый оказался как в интернете сколько и уже 600 сколько там 40 роликов выложил а возьми все то есть я достиг какого-то плоту уровня дальше развитие не идет и тут говорит это самое интересное за вами оттуда следят и если вы совсем успешно справились вам подбрасывается новое испытание телевидение а ну а попробуй ка ты на телевидении ну что сказать про телевидение вот я в коллективах конечно работать работал стукач на стукаче не хочу сказать что хотят там твое место там занять на предыдущих работах нет но за счет тебя хотят там допустим поймите какие-то выгоды здесь же конечно на телевидении и хотят и ведущим стать и главным на передаче стать ну и все 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 такое там и и то есть более такой изощренный коллектив в котором вот это вот все это знаете все эти страсти все это вот ерунда все это знаете как-то кипит там один на другого там долаживает то есть все пятое десятое и и я к этому вообще не был готов и мне предстояло значит со всем этим справиться то есть это тоже для того чтобы шел твой духовный рост чтобы шло твою индивидуальное развитие правильный так сказать это духовный рост куда там что там что под этим понимать чтобы ты мог ну не то что выжить среди этого коллектива а ты ну будем говорить он бы перестал там тебя цепляет своими какими-то глупостями своими какими-то какой-то ерундой которая тебе не нужна а вот для них это там важно и так далее то есть это все дело прошу прошу и здесь не просто надо пройти а вы понимаете что-то в интернет так и не работает а надо вот когда ты проходишь определенные этапы у тебя появляется какая-то сила у тебя появляется какая-то уверенность вот и это уже говорит что ты действительно что-то там наработал такого интересного такого для себя полезного и вот среди будем говорить так сказать всеобщего благополучия на этой передачи я принимаю решение уходить с нее она стала не такой то есть это должна быть определенная смелость ну больше никак нельзя назвать какой-то понимаете внутренний стержень который вот тебе говорит что ты прав ты это сделаешь и все будет нормально понимаете вот никаких каких-то таких сомнений не было а я ушел все этап закончился но потом еще там повторился но он уже как бы сказать не особо на меня а это сама для моего индивидуального личностного роста уже это этап был отработан и ничего особо не дает но может там еще какие-нибудь на эти под ковырочки будут которые обточат его и вот наконец таки интернет то есть вот я веду на ю тубе и можно сказать бросил теперь в вызов я не хочу сказать что лично я его бросил но когда ты начал ввести вот я начал его ввести я столкнулся с тем что будем говорить одно дело коллектив грубо говоря ну пускай там семья на тебя давит да пускай на тебя коллектив давит там там десять каких-то человек да пускай на тебя но уже когда ты писатель ну ну тут конечно побольше но ты их не видишь на тебя там влияет там на телевидении ты их там видишь кто там что там за экраном конечно ты не видишь этих злопыхателей а тут в интернете ты сталкиваешься с тем что эти люди стоят за экраном ты их не видишь но тем не менее по их ним отзывам ты прекрасно ощущаешь что ты столкнулся теперь со всем этим всемирным зло но которое которое не зная тебя не понимая тебя видя что ты более успешен чем они она просто напросто тебя ненавидит вот с этой вот будем говорить уже глобальной ненавистью с глобальным вот этим злом в данном случае я столкнулся и можно действительно уйти от всего этого да зачем там надо там какие то там у меня тут грубо говоря я все что для жизни надо я уже наработал там и на бензин для лексуса и еще и еще и еще то есть чтобы нормальненько жить без всяких так каких то всплесков нормально вот но как говорится вызов кинут а раз вызов кинут если ты хочешь дальше идти по лестнице индивидуального личностного роста ты это принимаешь а если не хочешь садись вот эти два экрана запускаешь какую-нибудь компьютерную игру там таночки маночки или анрал турнамент который я обожал до недавнего времени и просиживаешься там стреляешь все и на этом твой личностный рост духовный можешь так назвать его окончен то есть как бы сказать определился достойный соперник с которым не хочу сказать что там можно тягаться а вот а вот знаете что важно вот насколько в тебе имеется то дерьмо и то зло внутри тебя в твоем сознании и вот эти все вот эти вот людишки насколько они могут тебя зацепить через те несовершенства изъяны в твоем сознании которые у тебя имеются и они прекрасно как-то как индикатор который определяет а что в тебе еще а не лова вредного тормозящего и вот когда ты все это все это проработаешь и никто тебя не зацепит потому что для того чтобы вот зацепить зацепить меня можно зацепить особенно хорошо это если привести доводы а если доводов нет просто там брякну там как в анекдоте вы знаете новую дорогу на букву Х не знаете ну тогда идите по старой то есть я вот так вот просто напросто по старой значит отправлю и все но тем не менее есть такие эти которые как бы сказать корябают вот цепляют есть знаете можно сказать раньше там вот тебя ударят буквально таки через экран есть как-то зацепит вот типа как покорябывает и вот эта вот работа работа с интернетом это еще можно рассматривать это как побуждение к личностному росту к твоему становлению как личности заявки уже в масштабах бог говорит всей планеты кто ты такой что ты достоин и прочее прочее ну вот так вот как-то я сказал я думаю что вы поняли и это касается каждого из нас на моем примере на моем примере у вас у всех будет людей которые встанут на этот путь и идут по нему будут терки семейные будут терки внутри коллектива рабочего если он работает будут еще какие-то там терки будут еще какие-то там и вы их выдержите пройдете через них станете здесь не столько терпения а сколько понимания вот именно понимание вот этого процесса дает духовный рост дает личностный рост а не понимание только отвергание и только уход от него и только будем говорить вот поиск своей какой-то ниши чтоб вас там никто не трогал то есть нету активного движения вперед то есть на моем примере я хотел показать что и вас ждет как на 40 дневном голоде так точно и в этом плане ну все заделали так ну все спрашивают